Кроме цельнометаллического байка, посетители могут увидеть множество шедевров кузнечного и сварочного дела. Элементы рыцарских доспехов и даже роботов из автомобильных запчастей. Их делает житель Девногорска. Коллекция его экспонатов постоянно пополняется. Одна из последних новинок – вот этот космический захватчик. Он состоит из трёх частей, каждую из которых можно поднять только вчетвером. В планах ещё один гигант. Делается один по размерам, наверное, ну чуть больше этого будет. Ещё будет кентавр у нас, крестненая. Пока с запчастями всё сюда уварил. Запчастей подвезём, начнём кентавра делать. Кентавра, я думаю, городу нашему подарить. Девногорскому. На многих площадках представлены программируемые станки для лески металла. С их помощью лист стали можно превратить в картину. Есть и роботы-тварщики. Вот такая дистанционно управляемая рука может поворачиваться практически под любым углом. После небольшой модернизации механический помощник может выполнить почти любую задачу. Он может, но действительно всё. Вот палитирование, упаковка, напыление, перекладка, нанесение штрих-ходов. Ну, всё действительно вот есть в производстве. Всё, что он может быть не может, ну не знаю, в космос летать или плавать под водой. Так любая задача на любом производстве может быть автоматизирована. Неподалёку расположились студенты краевых профессиональных училищ. Молодые сварщики соревнуются в умении управляться с горелкой, правильно читать чертёж и, конечно же, в качестве проделанной работы. Для ребят эти состязания – возможность попасть на всемирный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia. Будут знать, какое задание будет на WorldSkills. То есть изделия согласно их регламенту идёт. Будут проверяться водой, то есть наполняться. Если будет течь, ну, значит, ребята не прошли. Важность этой выставки для региона подчеркнул и министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цикалов. Наш регион – один из лидеров страны по темпам индустриального развития. Поэтому так важно привлекать сюда новые технологии и молодых специалистов. У специалистов рабочих профессий действительно мы испытываем дефицит. И то, что уже в одиннадцатый раз проходит такая выставка, и в рамках этой выставки есть возможность не только посмотреть оборудование, которое используется специалистами для деревообработки, для сварки, не только спецодежду, но и действительно познакомиться с теми уникальными технологиями, которые сейчас востребованы на сложнейших объектах экономики Красноярского края – это действительно дорогого стоит. Посмотреть на экспозиции выставки можно будет в течение ещё трёх дней. А вот чтобы понаблюдать за работой мастеров-сварщиков, нужно поторопиться. Конкурс завершится уже 4 февраля. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости.